Шли последние дни ноября 41 года. На улице Одинцова было малолюдно. Мужчины ушли на фронт, многих отправили на фабрики и заводы. Окна в домах заколочены, в маленьких скромных одноэтажных домиках. В одном из таких домов жила семья Фисенко. Маленькая Люба родилась в 1938 году, но о войне помнит, ей есть о чем рассказать. Это программа про город, история Одинцова, рассказанная его жителями. Любовь Александровна родом из большой сибирской семьи Фисенко. Ее дедушка перебрался в село Одинцово в 1929 году. На участке рядом с железнодорожной станцией вместе с сыновьями начал строить дом. Семья Фисенко вела на родине большое хозяйство, занималась ювелирным делом, фотографией, часами. Все это пришлось развивать и на новом месте. Семья была большая, 10 человек детей, трое взрослых уже. Папе было 19 лет и два старших сына. Дедушка их взял с собой, потому что надо было как-то обустраиваться в жизни. А маленькие и бабушка остались там, в Илутровске, в Сибири. Дед получил участок около станции Одинцова. Тогда еще тут был такой лесочек жиденький. И тут они начали строить дом. Построили дом. В 32-м, по-моему, так если я помню, дедушка пошел работать. Он работал часовым мастером. Потом у них начались хорошие годы. Сейчас вот смотришь по фотографиям тех лет, как они компаниями, как есть альбом такой специальный у меня отдельный, как они в те годы компаниями встречались. Все это фотографии, веселье такое было радостное, патефоны. Ну, прям очень все было душевное. Жителей было мало, потому что только дома были около, ну, как бы железной дороги. Но вдалеке были дачи. В основном дачи такие богатые, это были на интернациональной улице. Вот там вот была улица такая состоятельных. У папы там было много друзей. Они общались, бегали на танцы туда-сюда. В общем, все было очень хорошо. Семья нашей героини поселилась здесь, как теперь говорят, за линией. Железная дорога Москва-Смоленск, проложенная в 1870 году, заметно изменила облик села. Рядом с железнодорожной станцией стали возникать рабочие и дачные поселки. Отрадный, Плачево, Одинцово. Строительство железной дороги было делом дорогостоящим. Поэтому вначале был проложен только один путь. Спустя 9 лет проложили второй путь до Кубинки, а в 1891 году его продлили до Смоленска. Первый Одинцовский вокзал был деревянным. Царские палаты, созданные Федором Шехтелем. Однако уже в 1898 году началась закладка нового кирпичного здания по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Здание вокзала, выстроенная в итальянском стиле возрождения, предполагало прием пассажиров первого и второго классов, а также великокняжеских особ. Так что семья нашей героини, перебравшейся в Одинцово в 20-е годы прошлого столетия, увидела уже новое станционное здание. Я знаю, что ваш папа, он работал на железной дороге. Да, он всю жизнь на железной дороге. Вот именно на нашей железнодорожной станции Одинцово, да? Где он трудился? Он работал в средствах связи, по телефонам там тоже что-то было. В основном был ведущий, часовой мастер. У него и кабинет там свой был на Брестской улице, ну, в Москве на Белорусском вокзале. И потом еще у него дополнительная работа была по обслуживанию всех часов дороги. Осенью 1941 года рабочий поселок Одинцово находился в прифронтовой полосе. Шли кровопролитные бои за столицу, прибыли дивизии Сибири и Дальнего Востока. События того времени отчетливо врезались в память жителей рабочего поселка. В семейном архиве Любови Александровны сохранилась фотография, сделанная ее дядей 22 июня 1941 года. Взрослые уже знали, что началась война. Все родственники были эвакуированы. Папа, мама остались одни в доме. Мы жили одни в доме. Не уезжали, потому что папа был на казавральном положении по железной дороге. И он должен был остаться тут. Ну, мама как никуда не уехала. И я с ними. Гуляла по комнатам, которые были полутемные вечерами. В одной комнате у меня магазин. Ну, маленькая девочка. Вот так вот. Я потом помню такое, как папа меня вынес на руках на крыльцо. Зима была. И самолеты летели. Немецкие. Шум такой странный. Они летели в сторону Красногорска. Туда вот. Ну, подушкинское шоссе. Вот в ту сторону они летели. И он меня держал и говорил, вот смотри, это немецкий самолет летят. Вот это вот у меня резко осталось в памяти. Ну, вот так вот. Потом убежище у нас было на участке. В это убежище бегали, когда тревога воздушная. Бегали туда. Папа говорил, что вот за лесом, вот тут лес, который, вот этот маленький лесочек перед Глазыниным, который, да, там стояли зенитки. И оттуда шла оборона, наверное. Вот. И вот это вот я помню, папа говорил. Потом мы туда ходили тоже за дровами, там щепки собирали. Все это такое, что надо было для жизни. Битва за Москву. Величайшее сражение времен Второй мировой войны. В Одинцовском краеведческом музее военным событиям отведена большая экспозиция. А среди сотрудников музея есть уроженка Одинцова Галина Алексеева, семья которой переехала в рабочий поселок в 1936 году. Парад 7 ноября проходил через Одинцова. Участники этого парада проходили через Одинцово по Старо-Смоленской дороге. В сторону фронта шли, западного. А фронт проходился недалеко. Здесь от Николиной горы примерно немцы дошли до Николиной горы. До деревни Грязь вязали они ее. И примерно здесь вот самая ближняя точка, куда подошли немцы, 12 километров. В Одинцово примерно. И мама с бабушкой и с теткой пошли смотреть этот памятник тете. Вот. Шли. Сначала прошла они как боевая техника. То есть прошли пушки, прошли танки. И вдруг они рассказывают, идут белые маски, халаты. У каждого, говорят, бородатые мужики, которым 50, 45, 50, 40, до 50-60 лет. У всех на плече с одной стороны ружье, с другой стороны лыжи широкие. Вот. Идут взрослые, серьезные мужики. И командир этих мужиков, бабушка стоит, плачет с мамой, подбегает к бабушке и говорит, мать, чего плачешь? Она, ну как же, вы идете на фронт, вас будут убивать. Жалко. А он ей говорит, мать, ладит ее по плечу, мать, не плачь. Идет Сибирь, сибиряки. Мы сейчас немцы от Москвы погоним. Ты не переживай. Вот. Развернулся и пошел впереди свои роды батальоны. На исторических форумах не утихают споры о том, действительно ли сибиряки дали отпор гитлеровским войскам. Сибирские дивизии все-таки отбросили немцев от столицы. Но осенью 41-го на Можайской линии обороны шли кровопролитные бои. Раненых отправляли в полевые госпитали. Один из которых находился вот в этом двухэтажном здании на Можайском шоссе. Умирающих хоронили в близлежащем парке. После декабрьского контрнаступления войска вместе с госпиталем отправились на запад. А что же бойцы Красной Армии? Их останки были перезахоронены в братскую могилу. А в 1960 году в городском сквере появился памятник, фигура воина и девушки. Это был первый монумент в памяти героев битвы за Москву. Нет ни одного города в России, названия улиц которых не напоминали бы нам о событиях Великой Отечественной войны. В Одинцово это улицы маршала Неделина, Крылова, Жукова, бульвар Люба Новоселовой. Интересно, но история мемориала славы «Вечный огонь» тесно связана не только с военной историей нашей страны, но и с именем маршала Николая Ивановича Крылова. Благодаря ему, бывшему командующему 5-й армии удалось восстановить список 193 воинов, захороненных в братской могиле близ мемориала. Большую работу в этом направлении вели следопыты 11-й школы, ныне гимназии, где преподавал знаменитый краевед Александр Андреевич Пузатиков. Ныне всем нам известная скульптурная композиция «Солдаты с девочкой» была торжественно открыта в 1995 году. Автор монумента Александр Хижняк. Прежде на месте памятника находилась скульптурная группа из гипса. Со временем монумент разрушался и нуждался в постоянной реставрации. К работе над новым памятником Александр Хижняк приступил еще в 1977 году. Вначале планировалась пятифигурная композиция. Мать с ребенком на руках, без ноги солдат на костылях и дед с внуком 7-8 лет. Затем автор разменил концепцию, на постаменте появился солдат с девочкой, пришедшей почтить память бойцов 5-й армии, защищавших подступы к Москве. Мы еще пройдемся с вами по улицам города, названия которых напоминают о героических страницах истории нашей страны. А пока вернемся в семью Фисенко. В послевоенные годы одинцовцы вместе со всей страной возвращались к мирной жизни. Люба пошла в школу. В 1946 году я пошла в школу. Школа была вот эта двухэтажная, где вот магазин Верный, не доходя Верного, вот тут вот, где сейчас скверик, тут стояла двухэтажная школа кирпичная. Вот в эту школу я пошла. Тут мы кончили начальную школу, а потом перешли в пятую школу. Вы имеете в виду за линией? За линией, да. Как мы учились? Сидели по трое. Так что классы были очень даже полные. Очень полные. Эти раздевалки стояли прямо в классах. Печка тоже топилась из коридора, но топилась дровами. Затапливали. В первой моей ученице была Юлия Александровна. Жила она на «Интернациональные улицы». Это вот как в фильмах показывают старых учителей, вот она такой закалки была. В ней была какая-то грациозность, какой-то вот, как институт благородных девиц, вот в таком плане вот. Поэтому вот она осталась в памяти очень вот таким, ну, добром что ли, вот доброе. Мы взрослели. Седьмой, восьмой, девятый, десятый. Вот это знания давались очень хорошие. Очень хорошие. И такие фундаментальные учителя были отличные. Как жил город Одинцово в 50-е годы? Во-первых, очень много было тех людей, с которыми мы общались. Телевизоров еще не было. У нас телевизор появился в 51-м году, по-моему. А до 51-го-то надо было продержаться. Поэтому сами не зная того, мы продерживались очень хорошо. Компании были, ну, во-первых, школьные компании хорошие. А потом у меня вот братьев, сестер двоюродных много. Мы все собирались, все гуляли. Играли в казаки-разбойники. Не то, что около дома мы гуляли. Мы по улицам бегали. Вот такой был размах. Жизнь шла своим чередом. В 57-м году Одинцово стал городом. Стал разрастаться многоэтажный сектор. А в местной газете «Новые рубежи» появился фотограф Виктор Фисенко, благодаря работам которого район имеет богатейшую фотолетопись. Но об этом в нашей следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok